Доброго всем дня, друзья! С вами Юга, и сегодня вашему вниманию я хочу рассказать более подробно, как создать карту Благородного Ученого, показать места выбивания обрывков и поделиться полезными советами, чтобы упростить вам ее получение. Для начала пару слов, что это за карта и зачем она нужна. Карта Благородного Ученого – это ультимативный предмет, который получается путем очень долгого фарма двух спотов на территории Валенсии, Тюрьмы Пилап и Серной Шахты. Карта не продается, как ее части, которые вы выбиваете, но она передается по аккаунту и не привязывается к персонажу. Основная особенность карты, которая отличает ее от обычной синей, это бесконечность ее использования с КД в 6 часов и возможностью обратного возвращения с места телепорта, что дает возможность более комфортного фарма на очень дальних спотах. Карту нельзя использовать во время осады, на арене крови и в тюрьме. Давайте подробнее разберем локации и начнем с тюрьмы Пилап. Она располагается на 6 часов от города Валенсия. На этом споте нас интересуют два моба, с которых падают части карты. Обрывок неизвестной карты номер 2 падает с железнорукого тюремщика, обрывок неизвестной карты 4 – с опасного заключенного. В Пилапе есть два удобных места для их выбивания. Если вы знаете о топ споте для фарма, он в этом плане самый средний и количество мобов нужных нам на нем гораздо меньше. Первый спот – один из самых лучших для добывания второго обрывка. Тут большее количество железноруких, спот очень удобный, в виде цифры 8. И начиная с 210 атаки, вы свободно можете там находиться. Второй же чуть менее удобный, но там большее количество опасных заключенных, которые 50 на 50 железнорукими. Я лично начинал с первого, и когда уже добыл обрывок номер 2, перешел на второй спот для выбивания четвертого обрывка. Вторая локация «Серная шахта» находится на 13 часов от Валенсии. Спот довольно обширный. На нем нас интересует Лаввы Тука, с него падает обрывок номер 1, и Лаввы Хищник с обрывком номер 3. Оба они находятся на поверхности. Первый мы встречаем, как заходим на локацию. Там количество мобов под фарм обоих обрывков 50 на 50. А вот уже второй спот находится чуть дальше. Вам нужно будет пробежать до входа в шахту, но не заходить туда, а подняться по склону в гору. Там мобов нужных нам будет гораздо больше, и шанс выбить первый и третий обрывок увеличится. Теперь немного полезных советов по фарму. Самое главное, что нужно знать. Есть минимальная комбинация, которая дает плюс 100% и 150% к шансу выпадения трофея. Что включает в себя 100% шанс? Мы на обычном канале юзаем синий свиток удачи. Это 50%. Благословение Камасильвы. 20% донатная ветка. И 20% от знаний с мобов. А также баф с донатной палатки. Я не знаю, есть ли она в обычной, но на 10% дропа. И получаем ровно 100%. 150% мы получаем, если фармить на канале Арши. Более спокойно можно этим заниматься на серной шахте. Но не думайте, что там безопасно. Залетные ребята или просто такие же, как и вы, которые фармите карту, могут вас убить. Выбирайте способ, который вам более удобный. За себя могу сказать. Я карту бил целенаправленно только в шахте. И выбил ее довольно быстро. Недели за полторы. Карта это очень полезный ультимативный итем в игре. Удачи вам с ее получением. А с вами был Юга. Если вам видео понравилось и было полезно, жду вашего фидбэка в комментариях. Лайка и подписки на канал. До встречи на стримах. Пока-пока.